Мы продолжаем следить за событиями, которые происходят вокруг ситуации с предприятием Омск Электро. На минувших выходных мэр Омска Вячеслав Двораковский объявил о досрочном распуске Совета директоров предприятия. Городской глава применил право ВЕТА, выразив таким образом свое несогласие с поведением депутатов городского совета, которые на состоявшемся 12 марта заседании Совета директоров Омск Электро не согласились пойти на поводу у представителей городской администрации. 12 марта в ходе заседания Совета директоров Омск Электро депутат-коммунист Игорь Петров предложил избрать нового председателя. Но занимающая пока этот пост Инна Парыгина заявила о невозможности изменения повестки дня. По регламенту такие вопросы должны заявляться не менее чем за пять дней до заседания. Но, судя по всему, дело не только в бюрократии чиновницы. Депутаты заинтересованы в том, чтобы убрать с поста генерального директора Омска Электро Манвила Манжонца, при котором предприятие понесло миллионные убытки. А вот муниципальная власть по какой-то причине предпринимает усилия для того, чтобы Манжонц оставался в своем кресле и дальше. Для решения этого вопроса ей как раз удобнее, чтобы председателем Совета директоров стоял чиновник администрации Омска. Депутата Петрова поддержали его коллеги-парламентарии Игорь Антропенко и Вячеслав Васильев. Народные избранники сочли по меньшей мере непонятным подобное упорство представителей городской администрации. Поскольку уже на старте мы сталкиваемся с применением такого права решающего голоса, то само по себе это такое достаточно, наверное, плохое начало, показывающее определенный деструктивизм. То есть, на мой взгляд, вопросы, которые, наверное, не стоят так много времени, вполне могли бы быть решены нами на сегодняшнем заседании. К сожалению, все же не были доведены до логического завершения. И фактически это сорвало возможность проведения сегодняшнего заседания. В связи с тем, что Вячеслав Двораковский досрочно распустил Совет директоров Омской электро, сегодня во внеочередном порядке состоялось заседание Комитета городского совета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности. Обсуждался вопрос об избрании новых кандидатур, которые войдут в состав директоров Омской электро на ближайший год. Кстати, Игорь Петров, Вячеслав Васильев и Игорь Антропенко уже не первый срок занимаются проблемами Омской электро. Однако, для муниципальной власти это вовсе не аргумент в пользу проверенных специалистов. Городскому главе, скорее всего, нужен карманный совет директоров, который будет голосовать по вопросам судьбы предприятия не так, как нужно для горожан, а так, как выгодно чиновникам. Совет директоров не нужен, чтобы были избраны депутаты от городского совета. Достаточно в совете директоров, представителей администрации города, для того, чтобы можно было самостоятельно, единоначально управлять этим предприятием. К сожалению, как раз сейчас можно понять, что есть тайные мысли, которые заставляют думать, что все же предприятие кто-то хочет усиленно приватизировать. Вероятнее всего, теперь мэрия выберет более безропотных кандидатов. В кулуарах горсовета муссируются фамилии более лояльных к власти депутатов. Те депутаты, которые оказались, наверное, неудобны администрацией города Омска и хотят от них избавиться, других комментариев быть не может, наверное, по одной простой причине, что они ставят те вопросы, неудобные для администрации, которые им, а, не нравятся и, б, направлены на то, чтобы сохранить предприятие. За кандидатуры новых представителей в Совете директоров Омска Электро от горсовета парламентарии будут голосовать в среду, 18 марта, на очередном общем собрании депутатского корпуса. Юлия Богданова, Сергей Михневич, Игорь Шумов, Обком ТВ. Предприятие, занимающее монопольное положение на рынке города Омска в сфере оказания услуг по электроснабжению, уже год находится в предбанкротном состоянии. По информации из официальных источников, на 1 января 2015 года задолженность Омска Электро перед акционерным обществом МРСК Сибири за услуги по передаче электроэнергии составляют более миллиарда рублей. Омские коммунисты убеждены, что при существующих в данное время тарифах на электроэнергию Омск Электро не может быть убыточным. Омские коммунисты крайне озабочены перспективой обеспечения населения и предприятий нашего города услугами в сфере электроснабжения и обратились к руководству области и города с требованием принять серьезные меры по выводу предприятий Омск Электро из кризиса. Уже несколько лет руководство Омск Электро проводит системную политику разрушения, которая по существу привела муниципальное электросетевое хозяйство в плачевное состояние. О чем это говорит? О том, что кто-то преднамеренно пытается это предприятие уничтожить, обанкротить. Причем под маркой того, что это убыточное предприятие и электроснабжение, это как бы отрасль убыточная, пытаются его обанкротить и, естественно, купить. Возникает вопрос, да, почему, если оно убыточное, почему столько желающих приобрести это предприятие? Конечно, это ложь, никаких убытков быть не может. Везде электроэнергия всегда продается намного дороже, чем она производится, и там гигантские прибыли всегда есть. Омский обком КПРФ направил обращение губернатору Омской области, мэру города, председателю городского совета, прокурору области, руководителю следственного управления с предложениями взять под личный контроль вопрос сохранения объектов электросетевого хозяйства Омска, а также проведение масштабной прокурорской проверки и прекращение полномочий генерального директора предприятия Манвела Мажонца. Действительно нужно разобраться, почему данное предприятие так усиленно склоняет к банкротству. Надо банкротства не допустить, ибо это повлечет сразу же за собой, повлечет рост тарифов на электроэнергию, ну и дальнейшее обнищание населения.